Привет-привет, скорпионы! Меня зовут Макогон Людмила. Сегодня в этом видео мы разберем, что ждет вас в августе месяце. Сразу же, 1 августа, Солнце будет находиться в аспекте удачи к Северному Кармическому Лунному Узлу. В данный момент Солнце находится в вашем 10-м доме гороскопа, а Северный Узел в шестом. Это энергия для того, чтобы организовать свою жизнь на более высоком уровне, чтобы улучшить качество пространства, которое вас окружает, как на работе, так и дома. Время для новых желаний, связанных с вашей работой. Или это может быть желание поехать в какое-то красивое и престижное место. Это хорошее время для вступления в брак. В целом, этот аспект принесет вам что-то, чем вы будете гордиться. То, что вы будете считать своим достижением или достижением своей семьи. Напоминаю, что смотреть прогнозы лучше всего по вашим основным трём знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете видеть более чёткую и ясную картину происходящего. И, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. 4 августа, Новолуния, в вашем десятом доме гороскопа. Десятый дом у нас – это карьера, работа, бизнес, статус, ваше положение, ваша роль в обществе. Поэтому тема проявления себя, в какой роли вы хотите проявиться особенно – в работе, карьере, бизнесе. Период с 4 по 18 августа даст вам новые идеи, какую-то новую энергию. Вам могут предложить новые должности. Вы можете решить вообще поменять профессию на новую или получить еще одну профессию, еще один сертификат или диплом. Может быть, вы вообще решите уйти с работы и не работать больше. Может поменяться ваш статус. В данный период возможно еще получение каких-то наград, поздравлений. 5 августа Венера меняет знак и входит в ваш одиннадцатый дом гороскопа. Венера символизирует то, что нам нравится. Она дает ответ на вопрос, что мы любим, что доставляет нам удовольствие. А одиннадцатый дом – это дом планов и надежд. Вам будет доставлять удовольствие мысль, что вы сами планируете свое будущее и пошагово достигаете своих целей. Одиннадцатый дом – это еще дом социума, поэтому это время новых знакомств, общения. С 5 по 28 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении и затронет ваши одиннадцатый и десятый дома гороскопа. Мы, конечно же, еще поговорим с вами в отдельном видео о том, что принесет вашу жизнь на этот момент ретроградной Меркурии. А сейчас вкратце. Для вас период с 5 по 28 августа будет означать, что нужно сделать паузу, переосмыслить свои планы для того, чтобы исправить свои ошибки и недоработки. Могут возникать разноклассия с вашим начальством, руководством, с коллективом или клиентами. Ретроградный Меркурий может дать необходимость повторно посещать какие-либо государственные инстанции для повторного решения бюрократических вопросов. 8 августа – это особенный день, когда наша планета получает особые настройки и вибрации из космоса. Это день кармического урока или высшей справедливости. События будут разворачиваться, подобно страшному суду для каждого человека. Это могут быть внезапные увольнения, предательства, обманы, срывы важных сделок или планов, а также другие значимые потери. Напишите в комментариях под этим видео, хотели бы вы, чтобы я рассказала более тщательно об этом в отдельном видео. Как подготовиться к судному дню, чтобы 8 августа не застал вас врасплох. 14 августа Марс будет находиться в соединении с Юпитером в вашем восьмом доме гороскопа. Про Юпитер и подарки, которые он вам будет дарить в течение года, на этом канале уже есть видео. Если еще не смотрели, то обязательно переходите и смотрите. Ссылочка будет под описанием к этому видео. А данные соединения для вас – это вопросы, связанные с деньгами, с инвестициями, с капиталовложениями, получение каких-либо выплат от государства или алиментов, страховых денег. Вы можете решать вопросы, связанные с налогами или совместным имуществом. Начинается очень благоприятный период, который даст вам решение важных для вас финансовых вопросов. 19 августа полнолуние в вашем четвертом доме гороскопа. Полнолуние – это всегда энергия завершения и ясности. Поэтому период с 19 августа по 2 сентября принесет результаты и ясность в делах, которые связаны с домом, недвижимостью, местом жительства или вопросом семьи. Это период перемен в домашнем и семейном укладе. Это может стать периодом переезда или поездки, или необходимости ремонта. Также это время может принести важные события, перемены в делах важных ваших родственников. Помните о том, что в период с 19 августа по 2 сентября лучше не планировать решение каких-либо важных вопросов, поскольку все может развиваться куда более напряженно и пессимистично, чем это возможно в другие периоды. 23 августа солнце меняет знак и заходит в ваш 11 дом гороскопа. Это сектор наших планов и надежд. Вы будете более оптимистичны в отношении будущего, в отношении своих планов. Вас ждет успех в любой деятельности, которая реализуется либо через интернет, либо через социум. 27 августа Венера будет находиться в аспекте удачи Курану. Вас ожидают очень яркие события, интересные возможности, связанные с личной жизнью, с творческими проектами. Могут рождаться весьма интересные и перспективные совместные планы. 29 августа Венера меняет знак и переходит в ваш 12 дом гороскопа и будет делать тригон к Плутону, который находится сейчас в вашем 4 доме гороскопа. Это позитивные изменения в делах, которые связаны с домом, недвижимостью, местом жительства или семейными делами. Это период позитивных решений и событий в жизни какого-то из ваших родственников. Также этот период может принести дополнительный доход, который связан с недвижимостью. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я буду рада видеть ваши комментарии и предложения по астрологическим темам для будущих видео. Мне действительно очень приятно ваша обратная связь. Не забывайте подписываться на этот канал. Впереди еще очень много интересного. На этом у меня все. Благодарю вас за лайк к этому видео. И до новых встреч!